добрый день дорогие друзья в эфире программа толкования евангелия с вами автор и ведущий николай арифьев и тема сегодняшней беседы возряд на него которого пронзили это цитата из книги порока захарии предсказание о встрече иисуса распятого иисуса воскресшего вознесшегося на небеса и которого мы ожидаем что он вновь грядет встреча его вот всем народом который его в свое время предал и казнил у захарии здесь говорится о том что на дом давида на жителей иерусалима будет излит дух благодати и те люди которые до сегодняшнего дня отвергают сына божьего вдруг в умилении сердца они вас плачут и возрыдают это не просто слезы слезы сожаления или умиления это истеричный будет плач истеричный плач так плакать мог может только человек который находится или люди находятся на краю гибели этого не понимают не понимают и когда вдруг они получают избавление вот они видят путь свою погибели неожиданно приходит избавление как правило такого человека начинается истерик он плачет он рыдает он просто кричит это ну в этот вопль вложено и сожаление вложено и опять же восторг по поводу судьбы этого человека но в самом тексте возряд на него которого прозили конечно же прежде всего мы с вами читаем предсказание о будущем суде очень много в евангелии сказано о насилии сказано о противостоянии господу сказано о каких-то негодных людях которые заполонили в то время весь мир христос по этому поводу сказал весь мир лежит во зле о чем идет речь если бы ну мир просто был мусором заполнен так давайте мы его поубираем если это какие-то экологические проблемы давайте мы их будем решать но то о чем сказал иисус она не решаем решаться это будет она в преддверии наступления царства господнего мы с вами читаем о царстве господнем что ничто не чистая туда не войдет но прежде чем будет отделена чистая от нечистого будет суд вот суд он и определит кто есть кто кто каков по сути по своей откроются книги восядут судьи и люди предстанут все до единого люди предстанут пред судом ну как бы открывая фрагмент этого суда я хотел бы говорить о тех людях которые на этом суде будут очень близко находиться перед лицом судьи иисуса христа когда речь заходит об этом великом последнем страшном суде то ну попытки воспроизвести фрагменты этого суда во все время времена предпринимались предпринимались есть фреска микельанджело страшный суд но что я заметил на этих фресках на этих вот ну почему-то суд представлен как некоторая ну сбившаяся от страха в какую-то кучу толпа толпа людей они опять же рыдают они в страхе вот какой-то хаос но согласитесь когда на земле проходит какое-либо судилище там нет никакого хаоса вспомним хотя бы нюрнерский процесс когда были судимы все нацистские палачи и преступники фашисты там не было кучи людей сбитых воедино который над которыми просто висел какой-то меч их потом сгребли в какую-то сеть и бросили да нет же были многочисленные судебные разбирательства и заседания был обвинитель был адвокат защитник были свидетели были открыты дела этих людей были зачитаны все было зачитано все весь состав обвинения против них против некоторых людей обвинительное заключение составляли целые томат почему в таком случае кто-то считает что вот суд белого престола будет находиться в таком хаосе имеет ли это значение имеет это значение это имеет значение возряд на него которого пронзили и когда мы с вами читаем о казни иисуса христа там очень много элементов которые указывают на унизительную позицию спасителя нашего то что делали люди они не просто вершили суд суд был управляем пилат понти пилат прокуратор иудеи поставлены императором римским для того чтобы вот в этой области с поддерживать справедливость и вершить справедливый суд иногда пилат собирал подобные суды и он осуждал на смерть разбойников преступников которые были достойны смерти на них было донесено были свидетели которые доказали вину под судимых и совершался суд таким же образом совершался суд и над иисусом христом только здесь было несколько но таких важных деталей которые нужно отметить этот суд не имел доказательной базы это первое но это не самое страшное в суде люди которые осудили иисуса они считали его виновным это было их право они представили доказательства пилат не понимал о чем они говорили он пытался встать на защиту иисуса вот в этой всей картине в этой панораме суде над иисусом вот пилат вот во всем этом скопище нечестивцев выглядит наиболее благородно и трезво он выглядит он не поймет почему этого человека представили для казни для казни и он пытался защищать иисуса пытался каким-то образом убедить его палачей чтобы они этого не делали он даже предлагал им отпустить его как это было принято у него подобных как казнях но обвинители иисуса были непреклонны это те самые которые его пронзили они себя ну по-разному вели поведение было разное очень правильно о них проществовал когда-то давид мы не знаем что побудило давида к этим пророчествам судя по всему это были его видение это результат его молитв когда он получал определенные откровения в этих откровениях в этих откровениях он видел будущую казнь иисуса христа сына божьего которого отцом он назывался во времена иисуса христа 21 псалом нам представляет вот эту всю тропу толпу которая пронзила иисуса когда мы говорим о том что пронзили там было двоякое такое действие пронзили во первых пробили его руки и его ноги пробили гвоздями такая была форма казни в этой казни был элемент мучения элемент мучения издревние люди но считали для себя необходимо мучить выступа выступали в роли палачей братья казни которые определял господь для людей для нечестивцев они имели совершенно другой характер там не было элементом мучительства казни вова как правило побивали камнями еще была форма казни это через повешение и та и другая казнь она имеет но относительно легкую форму смерти во время побивания камнями старались но сбросить человека с какой-то скалы чтобы он разбился а потом его в него бросали камни причем камни бросала толпа было принято обязывать первыми бросить бросить камни тех людей которые были обвинители то есть свидетелей свидетелей преступления но в этих казнях не было элемента мучительства люди которые казнили христа они не просто его так казнили это не обошлось обыкновенной казни то есть по протоколу его должны были бив плетьми такой был порядок побить человека плетьми потом он должен был прийти на место казни вернее его приводили на место казни его привязывали или прибивали в данном случае ко кресту опять сама форма казни она наполнена мучительством для человека это казнь она не ставила задачу перед палачами просто человека но убить лишить его жизни они хотели его мучить и мы понимаем что вот это желание не в них самих возникло там где присутствуют мучения там присутствуют дьявольские духи человеку не свойственно одному мучить другого ему не свойственно для чего люди мучают других людей для того чтобы наслаждаться этих мучений это сатанинская такая позиция это сатанинское наслаждение чужой кровью чужими мучениями и не наслаждались знаете уже сама по себе казнь сама по себе казнь она имела характер унизительно казнимых как правило казнили полностью раздетыми даже без набедренной повязки вот такому унизительном положении их прибивали ко крестам и человек не умирал сразу это была смерть тяжелая смерть мучительная чем крепче был человек тем дольше он умирал небесный всевышний отец он позволил им казнить иисуса именно такой казни хотя он пристал как агнец они могли бы вот эти самые римляне они могли просто каким-то образом умертвить ну умертвить его мечом или как они там еще но они 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 приняли решение мучить они мучили христа и даже вот в этом мучительстве самой казни им не доставало еще упоение упоение казнь началась задолго до распятия они собрали его там собрались вокруг него во дворе они начинали издеваться смеяться над ним потом его отделе как бы царскую одежду и дали ему палку в руки радуйся царе иудейский терновой венец и все прочее что думали эти люди о если бы эти люди читали этот текст и себя потом поставили на то место на котором им должно будет находиться в свое время возряд на него которого пронзили и в двадцать первом псалме эти люди буквально показано вот это их толпа они услаждаются его казню они показаны здесь как тучные вассанские тельцы то есть жирные и самодовольные быки сильные на наполненные такой мышечной энергией они скачут вокруг вместо казни там была толпа да толпа негодных людей толпа начальников народа и все они находились в ожидании казни с одной стороны они были исполнены каким-то страхом но с другой стороны не были исполнены злорадцем и названы они здесь сами которые окружили его скопище злых обступила меня пронзили руки мои и ноги еще мы читаем здесь можно перечесть все кости мы они смотрят и делают из меня зрелище делят ризы мои двадцать первом псалме недвузначно автор указывает что рассматривание казни иисуса христа на небесах видится страшным святотатство и вот в этом отношении в отношении как выглядят сегодня эти картины когда люди снимают кинофильмы когда люди ну смакуют эти элементы казни элементы мучительства я бы не рискнул на их месте это делать хотя бы на основании двадцать первого псалма потому что отцу не нравится то когда люди делают зрелище из его сына миллионы зрителей посещают кинотеатр и смотрят на казнь иисуса христа мы скажем что им показывают как для того чтобы они пока они там не каются им приятно видеть сам процесс казни они наслаждаются что в этом наслаждении какой есть элемент вот эти люди которые казнили креста они казнили вас как и под каким лозунгом если ты божий сын садись со креста и мы тогда уверен в тебя но все это им так просто не пройдет и наступит время когда не их нет ни вот не просто сгонят какую-то там толпу какую-то яму закопают бульдозером нет этого не будет это будет шикарный тронный зал чем скажем светлее ярче ослепительная картина небесного царства а суд будет происходить в тронном зале небесного царства послушайте не где-то там в какой-то за затерянной галактике на 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 черном камне нет вот в чем-то и суть суда когда все судимые все участники казни иисуса христа прежде всего я хочу это именно сегодня подчеркнуть все которые его пронзили те воины которые смеялись над ним перед казнью те воины которые били его плетью которые презрительно толкали пинали его все члены синедриона было 71 человек который который плевали на него кричали проклинали выдирали из него клочья волос бросали на него пыль все до единого участники не знаю сколько их там было возможно не одна сотня там их соберется не одна сотня это не будет толпа это будет организованное собрание похлеще нюрминского процесса и сядут судьи и откроются книги и предстанет пред ними тот которого они пронзили предстанет во всей своей славе ослепительной и вот в этом украшенном драгоценностями украшенным величественными изваяними тронном зале самоведение тронного зала но покажет этим людям что они потеряли они насмехались над божьим сыном они насмехались над небесным царством и сегодня они насмехаются над небесным царством сегодня про плаченая полчище шутов и всяких смехотворцы смеются над небесным царством они Они смеются над страшным судом, они хихикают над Диенной Огненной. Придет время, и они захихикают по-другому совершенно, потому что они предстанут при тем, которого пронзили. Все до единого люди, которые участвовали в казни Иисуса Христа, предстанут при тем, которого пронзили. Конечно, в последствии, в продолжении, вернее, этого суда на суд предстанут все, которые пренебрежительно отнеслись к имени Иисуса Христа. И начнется судилище. Встать суд идет в тронном зале. Ослепительное великолепие, красоты, богатства Небесного Царства, оно будет подчеркнуто в тронном зале. Строи ангелов и архангелов, судьи, судные столы, судные книги, записи книги жизни, все приготовлено, обвинения. И каждый подсудимый будет приводим на этот суд в отдельности. И с каждым будет проведена вот такая ауединенция. И каждый ответит за все свои слова и за все свои действия. И как римляне судили людей совершенно ногими, так и в Царстве Небесном в тронном судном зале человек предстанет в этот мир в таком виде, в котором он пришел в него. Ведь человеку не прилежит ни одной нитки в этом мире. И вот в этом ногом срамном состоянии они будут по одному представать. Мы увидим там всех его гонителей, всех его обидчиков, всех обвинителей. Там предстанут священники, священники, члены Синедриона. Мы увидим там Иуду, который предстанет и будет давать отсчет за свое предательство. И все участники этого позорного скопища. За исключение тех, конечно, которые уверовали в Господу последствия. Мы читаем сами, что многие священники, они уверовали, члены Синедриона уверовали. Но суд грядет над теми, кто отверг Божьего Сына и был участником этой жестокой и унизительной казни. Те, которые плевали на него, заушали на него, проклинали его и говорили обидные слова. Захария нам сегодня напоминает о том, что этот суд, он совершится в обязательном порядке. Уже в апокалиптических предсказаниях мы имеем с вами видение этого суда, видение великого белого престола, пред которым предстанут все малые и великие. И все ответят за свои дела, за свои действия, за свои слова, за свое отвержение, за свое равнодушие, за свои все проклятия, за вот те самые вбиваемые в его святую плоть гвозди. Справедливость будет восстановлена. Почему мы с вами сегодня читаем эти тексты, судные, и что они нам, к чему они нас с вами призывают? Чтобы мы не возмущались тем несправедливостям, которые мы с вами видим в жизни. Знаете, Евангелие нас с вами мотивирует к очень скромной и воздержанной жизни. Как часто сжимаются наши кулаки или сжимаются наши мысли при виде несправедливости, когда нас оскорбляют, когда нас обижают, когда нас притесняют, когда скопище негодных делей, людей вытворяет все, что им приходит в голову. Вот здесь мы имеем обращение Иисуса Христа. «Не мстите за себя, возлюбленные, ибо грядет суд справедливый, суд великого белого престола, когда все до единого наши с вами обидчики, те, которые не признали главенство Божьего Сына, они предстанут пред судом, и они понесут ответ и отчет за все то, что сделали. Насколько они возвысились, настолько они и унизятся. И нам надлежит иметь такую же кроткую позицию, которую имел Христос. Только бы кто из нас не пострадал, как воры или убийцы, или посягающие на чужое, неприлично нам с вами участвовать в каких-то забастовках, каких-то сборищах, каких-то противостояниях, революциях и всех тех действий, которые пытаются сегодня на земле совершить суд. Грядет тот настоящий, истинный суд, который все поставит на свои места. И отрадно то, что люди, которые о себе очень много думали и уничижали Иисуса Христа, придут к истинному пониманию своей сути, им будет показано, кто они такие. И вот в этом ослепительном и шикарнейшем украшенном драгоценности троном в зале и будет место для святых Иисуса Христа. Потому что святые Иисуса Христа будут вместе со своим Господом при этом престоле участниками этого суда и будут иметь благословение, благословение записанными в книге жизни, благословение участия в будущем царстве Господа Иисуса Христа и благословение освобожденным от этого суда, потому что верующий в него на суд не приходит. Посему будем смиренно проводить дни нашего странствования, не возмущаться тому, что происходит, не возмущаться действиями людей, которые беззаконие пьют, как воду, зная, что придет время, когда за все дела человек предстанет на суд. Есть очень мудрая мысль у Соломона. Она отвечает на многие наши вопросы. Люди, они отвергаются от Евангелия и от церкви, потому что считают, что слишком много воздержания в церкви и слишком от многого нужно доказываться. Соломон говорит очень просто. Ты хочешь веселиться, юноша? Веселись. Ты хочешь жить по своему сердцу? Живи. Ты хочешь быть беззаконником? Будь беззаконником. Нечистый пусть сквернится, говорит нам с вами святое письмо. Пусть делает все, что ему заблагорассудится, но только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд. Да поможет нам Господь смиренно переживать все превратности судьбы и жизни и не проклинать наших с вами гонителей или обидчиков или просто нехороших людей, которых хватает в нашей жизни и на нашем с вами пути христианском. У них есть судья, тот, который сегодня восседает на этом престоле и готов дать сигнал, когда будет произнесена такая фатальная фраза. После этой фразы ничего изменить будет невозможно. Невозможно стать суд идет. И по одному будут заводимы все до единого грешники, люди, отвергавшие Христа, и те, которые его пронзили. По милосердию Божьего мы некогда вышли из этого скопища, из этого лагеря противящихся Иисусу Христу и сегодня находимся под благодатью Господней.